Иметь друзей, с которыми еще в детский сад ходил вместе, это здорово. Да что там, здорово в принципе ходить в садик, особенно детям работающих родителей. Частный детский сад Никитка распахнул свои двери ровно три года назад. Именинника чествовали все, от мала до велика. Мы ходим уже два года, третий год. С полутора лет прошли садик. Очень нравится, ребенку нравится. Ходим с удовольствием. Не плачет? Нет. Ну, адаптация, конечно, плакала. Сейчас уже давно, даже выходные просит. Чем нравится этот садик? Почему выбрали? Воспитатели хорошие, рядом с домом. У нее друзья здесь все подружились со всеми, весь. Родителям верхней батарейки повезло. Рядом есть лицензированный детский садик на 40 мест. Ровно половина ребятишек посещает его по программе субсидирования. Их родители платят столько же, сколько платили бы за государственный детский сад. И желающих посещать частный становится все больше. Вот сейчас увидят сюжет, захотят прийти к вам. У вас есть возможность еще принять? На данный момент, к сожалению, нет. Но, как заверили у нас представители комитета, они будут нам выдавать субсидии на строительство еще дополнительных детских садов. И если эта программа заработает, то к Новому году, надеюсь, у нас будет еще 40 мест. Ребятишкам у вас нравится? Все доедает? Спят? Спят, кушают отлично. Мы, конечно, очень приветствуем и всячески помогаем нашим частным организациям, частным зашкольным учреждениям, для того, чтобы они выходили на новые площадки, выходили в новые микрорайоны, особенно пустонаселенные. Помогаем изыскивать в меру своих возможностей, предоставляем безвозмездное пользование муниципальным имуществом. У нас буквально 10 уже учреждений, которые безвозмездно пользуются нашим муниципальным имуществом. Спрос рождает предложение. Ведь пока ребенок ждет очередь в муниципальный детский сад, может подойти время отправляться в школу. Поэтому и родители государства основную ставку сейчас делают на частные детские сады. Тем более правительство республики собирается увеличить размер субсидий. Надежда Елаева, Эрдем Гармаев, Телекомпания АТВ.